Традиционно снимая репортажи о ремонте дорог, наша съемочная группа проводит собственный мониторинг. Так, в начале этого года в ходе рейда по улицам Бреста масштабами существующего бедствия поразила улица Газдецкого. Преодоление автомобилями этого участка было сравнимо с дорогой жизни. Сегодня здесь активно ведутся работы по полной замене дорожного покрытия, которые вступят в финальную фазу на следующей неделе. Аналогичная ситуация и на улице Дубровской. Сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия приступили к выполнению работ по обеспечению безопасных пешеходных связей. На отдельных участках уже произведена замена бортового камня и уложена тротуарная плитка, что не осталось без внимания жителей города. Конечно, удобнее. Конечно, и грязи нету. Аккуратная чистота. Везде нужно так делать. Узнать, везде ли в городе ситуация меняется к лучшему, мы отправились в еще одну уже хорошо знакомую нам точку города. В ходе нашего мониторинга мы заехали на улицу Скрипниково. К сожалению, за три месяца ситуация с тротуарами не изменилась. По-прежнему. Когда ждать улицы Скрипниково перемен? Мы поинтересовались в Брестском городском ЖКХ. Да, действительно, улица имеет какие-то проблемные участки. Отсутствие пешеходных связей в этом, то, что является на безопасность дорожного движения. Поэтому в планах она есть. Реализовываться будем стараться, но включить ее в следующем году. В этом году фронт дорожно-ремонтных работ Брестским дорожникам и коммунальникам предстоит внушительный. Основные объекты, на которые будут направлены средства Республиканского дорожного фонда и средства областного бюджета и городского бюджета, будут улица Гоздецкого, улица Дубровская. Планируем войти в улицу Белорусскую, чтобы закончить этот участок дороги. Если получится Свято-Афанасьевская, естественно, это улица Московская, которая у нас является самой большой артерией города Бреста. Брещане перемены к лучшему на дорогах видят. Все это оправдывается. Я как бы с уверенностью говорю. Я автолюбитель, ездим часто довольно-таки. Вообще, как бы, положительно. Хотя и замечания по-прежнему высказывают. Вот у нас район Граевка, например, выезд, который в Черни идет, вот там, конечно, дорога. Ну, сейчас подлатали немного, но, конечно, хотелось бы желать лучшего. Да, есть еще такой момент. У нас на Граевке по Красногвардейской находится, как это поликлиника называется, филиал от поликлиники на Белово. Там постоянная лужа на парковке. То есть, она настолько большая, что, чтобы завести ребенка с парковки, например, к врачу, надо обходить по проезжей части. Горожане выражают надежду, что и эту проблему коммунальники возьмут на карандаш. В целом, в регионе работы по ремонту дорог в этом году запланированы большие. Отдельное внимание уделят дворовым территориям. В области запланировано провести текущий ремонт 97 дворов. Также на данные цели и средства областного бюджета выделено порядка 4 миллионов рублей. Также будет проведена замена асфальтобетонного покрытия, бордерный камень будет заменен, обрезка, обрезка кустарниковой растительности и иные виды работы. Всего более 42 миллионов рублей в этом году выделено из Республиканского дорожного фонда и областного бюджета на ремонт и содержание уличной дорожной сети в Брестской области. В частности, в регионе запланирован капитальный ремонт пяти улиц. Две будут реконструированы, а на восьми проведут текущий ремонт с заменой асфальтобетонного покрытия. Также за счет средств местных бюджетов планируется провести порядка 100 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Наталья Луговкина, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».